благодарим за помощь в подготовке этого выпуска компанию марафон всем привет вы смотрите самый архаичный канал про единоборство боевые ботаники сегодня мы со святославом шталем разберем забытые фишки хитрости великих боксеров здравствуйте данный выпуск для чуваков которые не хотят работать над над базой а хотят сразу условно поперек батьки в пекло что называется еще не научились ничему но грубо говоря осваивать давать пикабу и прочее прочее этот господа выпуск для вас что-то с памятью моей на днях стало все что было я со мной вспомнил но поскольку для меня бокс начинается защиты наверно начнем с нее все мы знаем был такой боксер джордж форма но он до сих пор есть он как бы слава богу еще живой и он использовал метод нестандартной защиты называется двойная локтевая защита данная защита очень хорошо подойдет для малоподвижных боксеров для тех кто обладает большими габаритами и большими руками для того чтобы прикрываться что это такое и для чего это значит смотрите обычная стойка защитная сейчас подразумевает как бы поднятые руки до поднятые две руки закрытую голову и соответственно закрытые бока двойная локтевая защита выглядит следующим образом мы представляем что мы ставим локти вперед выставляем закрываем или до часть как бы до головы плотно прижимаем их к себе как бы с одной стороны с другой стороны такая корпуса открывается это защита и для того чтобы перекрыть жесткую атаку когда атака идет в голову вот смотри я попробую стоя у стоя в углу по защищаться именно как защищались форманы все остальные а ты попробуешь меня попробивать по голове второй момент когда этой локтевой защиты вам нужно будет использовать для того чтобы соперника продавить допустим не получается сократить за счет маневров до за счет уклонов там каких-то прямо отталкивать соперник вас что называется продолжает атаковать тогда мы используем двойную локтевую для того чтобы продавить что это такое продолжишь атаковать а я попробую продавить тебя этой защиты ну я так себя такую отступаю постоянно да то есть тебе придется постоянно отступать в общем-то я не получаю как такового урона сейчас попробуешь ты надевай капу перекрою быстро что как будто да у тебя впереди вот такой вот блок ты можешь локоток выставить вперед если соперника если хочешь продавить это грязный момент но тем не менее профессиональном боксе как бы ну скажем так в некоторых бэкс ну судья может этого типа не увидеть а здесь дырка есть нет дырки нет нигде то есть ты стараешься как бы ее менять еще к тому же то есть менять и смотреть вот в щель которую да у тебя в забрало получается а голова куда-то ее прижимать ну вообще желательно голову прижимать подбородок всегда желательно прижимать груди давай я начну медленно тебя обстукивать а ты попробовал позащищаться значит какой минус только да вот в этой защите если ты не пойдешь на меня вперед то ты из этого положения собственно не вылетишь никуда вот сейчас я еще чуть на месте тебя постучу а ты потом попробуешь у меня пойти и продавить меня на отходы попробуй продави меня корпус не открывай у соперников которые будут твердолобой печени открывать и у тебя вот хорошая масса тебе будет позволять хорошие габариты как бы роту ты продаешь вообще без вопросов соперника кого угодно посредства такой локтевой защите ка мне открывает песню с вами едешь себя ну опять же говорю основная задача это перекрыть голову перекрыть голову и пролеть что есть как бы дан соперник поверь мне а так тебе скажу когда ты атакуешь соперника вот такой манерой довольно быстро продавливаешь попробую продать ну только быстро резко попробуй продавить Да, я не буду сосредоточен на том, чтобы попасть тебе по корпусу Я буду сосредоточен на том, чтобы твои локти не залезли мне в голову Продавил, а потом, как продолжать? Продавил и дальше продолжил ближний май А бобычную стойку что-то? Да, продавил, вот ты, продавил локтями, все, здесь уже я могу делать что угодно Из этого положения делал что угодно Был такой очень хороший показательный поединок Наверное, из последних ярких представителей двойной локтевой защиты был Берт Купер И в поединке с Эвандером Холифилдом он пытался эту защиту активно использовать Но Холифилд оказался не так просто и подобрал ключи именно под эту защиту Больше после этого поединка я не видел более представителей в тяжелом весе и в любом другом Которые эту защиту используют Что делал Холифилд? Он подбирался к Куперу и атаковал короткими апперкотами слизу, четко в голову То есть он отвлекал сериями в голову и потом с апперкотом переводил на голову И апперкоты пролетали прям под локти, прям под предплечье Ну это вот, наверное, один из самых таких слабых моментов Но опять же говорю, то есть эта защита рассчитана для людей, которые обладают большими габаритами Малоподвижные, для защиты в углу, для того, чтобы продавить соперника Но ни в коем случае не использовать это вот как капонацею от всего То есть все, у меня теперь есть двойная локтевая защита, значит я знаю все Нет, ни в коем случае Это лишь как элемент, которым хорошо пользовались 3-4 боксера в современности Которых, в общем-то, уже сейчас с нами нет, именно как боксер Что-то с памятью моей на днях стало Все, что было, я со мной вспомнил Джо Луис, это тоже один из величайших тяжеловесов Который больше 10 лет был чемпионом мира Отставил пояс именно чемпионом мира Практически по всем версиям был Значит, что он делал? Делал следующий момент Смотрите, вставай в стоечку Я делаю удар и одновременно подставь То есть, что это такое? То есть, я бью тебя левой, ну, грубо говоря, хук И ставь Защиту себе от твоего встречного брада Раз, хочешь вдавить правый Аперкот, подставь вот сюда руку, да? Хочешь вдавить левую, подставь руку Хочешь вдавить левый крюк, да? Подставь руку так или так, то есть, ну... А как понимать-то куда подставить? Так, так, так Смотри, когда ты занимаешься долго боксом, ты примерно понимаешь, с какой траектории и какой удар у тебя прилетит Медленно поатакуй меня разными ударами и делай подставочки Под прямой раз, под прямой раз, под апперкот раз там как-нибудь, под еще что-нибудь То есть, бей и защищайся Одновременно ноешь удар и ставишь защиту Давай, попробуй Ты лови прям, лови, то есть, вот кулак лови, попробуй варежкой Вот, раз, ооо, медленно бросай Вот, вот, лови Теперь левый поймай, левый бей, правый лови Вот, вот, теперь апперкот поймай левый, после джеба Ну, вот, еще, вот, понимаешь, да? А теперь попробуй все это сделать в серии Легко-легко-легко работай Вот по мне, давай, легко-легко-легко работай А потом в какой-то момент ты хочешь ударить силовой, ну, перекройся, а я попробую тебе пробить Попаду, ну, постараюсь так, чтобы ты поймал меня, варежкой Вот, легко, работай, работай Еще раз, да, да Еще раз Вот, еще раз, да Внимательно Внимательно Еще раз Еще раз Пусть бьешь и страхуешь Теперь мы плавно переходим от защитных действий к ближней работе Называется работа в клинче Что-то с памятью моей на днях стало Все, что было, я со мной вспомнил Был такой боксер, Детчанин, Бат Нильсон И он использовал такой удар, хук-ножницы назывался Соперники, всегда профессионалы, очень любили клинчевать И, заходя в клинч, оказывались частенько вот в таком положении Сейчас мы продемонстрировали вам с Евгением Когда у вас левая рука, ну, находится под правой, да Значит, каждый раз, когда соперника вас разводили, да? Или когда ты вот, ну, не прижимал, а когда ты отпускал, да? Я наносил тебе удар Вот этим Вот с такого вот расстояния, короче говоря Значит, что это такое? Смотри, удар ножницы Значит, как его делал Бат Нильсон Значит, он встал руку, вытаскивал руку в таком положении Вот в таком положении И, буквально, не отводя никуда, не размахивался, бил как бы вот в область печени Почему ножницы? Я не знаю, Жень А может, были скрещены наши? Может быть Вот попробуй вытащить руку Вот я ослабляю руку, да, где-то в ключе Разверни руку на два пальца указательных На указатель и на большой И попробуй вот с этого места Воткнуть мне в тычонку Вот под ребро Попробуй Нет, нет, ты замахиваешься А замаха не было Был такой тычок, да Объясню подводящие упражнения потом к этому Ну, давай Ну, нет, ты не тычишь, можно Вот, вот, открыть И еще раз И еще Ну, вот, 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 попробуй Вот, чувствуешь? За счет корпуса За счет корпуса За счет того, что оботкнул Понимаешь, да? Значит, смотри, что это такое Как тренировался такой удар Некоторые сейчас вспомнят брусли Но это ни х**я не брусли Значит, что такое Как тренировались такие удары? Значит, положи мне руки на грудь Это самое Теперь, вот, не отводя рук от меня Попробуй меня ударить Импульсом Нет, ты руки отводишь Я вот тебя, понимаешь, да? Вот я о чем говорю Я тебе говорю Я тебя Я тебя не отвожу руки Я тебя Именно бью Вот таким вот образом Попробуй Попробуй, вот, возьми импульс телом Всем, давай Ну, ты оттолкаешь меня Ты именно ударь меня Да, это дико звучит Но, тем не менее Понимаешь, упражнение, которое не понятно Как это делать Вот смотри Вот, видишь, я не отвожу руки Вот ты находишься Вот Жестко Жестко Толкни меня Руки не отводи Ну, вот, вот, вот Мышцы у тебя работают Вот Еще раз Давай А теперь, вот, представь, что у тебя Рука у бороды Ну, запробуй Рукой Не отводя Руки Ну, что ты делаешь Ну, как Давай Нормально Бл*** Смотри, что я от тебя хочу Аккуратно Смотри Вот, я не отвожу руку Чувствуешь? Вот, что я от тебя хочу Понимаешь? Ну, можешь вот резко, как бы, дернуть меня Давай Ну Вот, и так же Попробуй Во Еще Ну Еще Вот, видишь, что я от тебя хочу Вот, это я от тебя хочу Вот, представь, что ты находишься в ближнем бою Когда у тебя нет возможности для замаха, да? Но ударить ты должен И вот у тебя вот удар твой Понимаешь, что ты резко Рукой, прям, на импульс А теперь так же, вот, мы ставим ручку на печень И засовываем ее туда Очень незаметно Попробуй Пальцами вот жестко Жестко Вот Давай, дороги бога С какой хочешь Так Ищу 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 Видно? Вот Я сам Попробуй Попробуй А теперь вот Согласно анатомии Да, вот где у тебя здесь находится Да, углепусти руки Я просто покажу Где у тебя находится Вот, понимаешь? Где у тебя находится селезенка Где у тебя находится печенка То есть вот задача Понимаешь, да? Опять еще раз Наложи руки на меня И ударь меня Но не отводи от меня руку Ударь за счет вот импульса Жесткого Давай Давай Да 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 ты отводишь Не отводи Представь, что ты находишься здесь И тебе нужно Какой-то надо резко взорваться Жестко А теперь попробуй Да, да, вот Раз, два, три, четыре Ну ты уже отводишь А ты вот Раз, два, три, четыре, пять Попробуй Не отводи Это какая-то фэнтези Какая-то, блин Бэт Нильсон Я только что тебе показал Чуть не улетел там Еще раз показываю Левая рука Ускальзывала Из-под руки Из-под Правой руки Разводился клинч Когда рука оказывалась здесь И соперник не держал эту руку Да Следовал резкий хук Вот буквально Вот Вот это положение Которое засовывалось Вверху вниз Как бы Здесь отводился чуть-чуть? Я чуть-чуть отвел Но Практически не отводил То есть вот Со стоячего положения Рука прижата К Твоей печенке К верхнему плавающему ребру Наносился сверху вниз Вот такое вот движение ударом Как Если посмотреть статистику Бэтта Нильсона Боев большую половину Выиграл нокаутом Именно этим ударом По печени Не понял, да? Я понял, просто у меня не получается У кого получится Напишите в комментариях Мне кажется ни у кого не получится Следующая тема Которая мне нравится В ближнем бою Точно так же называется Мышеловка Вилли Льюиса Что-то с памятью моей На днях стало Все что было Я со мной вспомнил Против боксеров-клинчеров Есть очень хорошая тактика Очень хороший прием Называется мышеловка Мышеловка Вилли Льюиса Значит смотри, что это такое Каждый раз ты свою правую руку Когда я тебя пытаюсь заклинчевать Правую руку Пытаешься прижать к себе Таким образом Чтобы кулак был повернут ко мне То есть не так, чтобы я тебя подхватил Да? А так, чтобы ты меня подхватил И чтобы кулак был повернут к тебе То есть по сути да То есть вот это называется уже мышеловка То есть я попал к Евгену мышеловку Резким скручивающим движением Ну похоже, да? Что? Отводя Да, да Отводя левое плечо назад На ногах На ногах не стоящих ни в коем случае Евген выбрасывает правую руку вверх Да, отводя плечо назад То есть выглядит это Следующий волос Смотри на меня Вот Я зажал Ты меня подхвати Вот в клинче То есть я отвожу плечо назад И выстреливаю хуком Выстреливаю апперкотом снизу Раз отсюда Коротким Попробуй Давай Отводи плечо назад Отводи плечо назад Левое Да То есть на самом деле Это Да, это горе и беда Для тех, кто Не умеет грамотно клинчевать Некоторые, я смотрю Бросаются на соперников Вот так вот завязывают Ну то есть по сути это пи*** Потому что Да, как бы с этой дистанции Можно так разбить Как бы, да И совершенно не нужно для этого Большую амплитуду иметь Но Вот этот вот прием Мышеловка Побили льются Вот он как раз именно Да, попробуй И он снизу То есть вот у тебя предплечье Скользит прям по это сам По подбородку Попробуй Во! И еще И еще И как бы он На самом деле Либо не прижимал к себе Жестоко Если он еще Да, если он еще Вообщему прочему Отставит ногу назад Вот Правую соответственно Которую ты будешь бить Заднее плечо назад Левая нога назад Раз Во! Его будет крайне сложно удержать Вот мы с тобой Кринчуемся Кринчуемся Я где-то там Раз Не, не, и так я тебе уже не дам ударить Ты уже эту руту сам Попробуй пропихнуть Вот к себе Да, прижать В какой-то момент Раз Нам можешь удар Предплечь Вот Еще А если мы Вспомним немножечко грязи И прошлый век То этот удар мог быть еще и вот этой части Понимаешь То есть не просто Во-первых, а еще и предплечьем То есть ты мог донести мне предплечьем Да И вообще травмировать Конечно Вообще нос к херам снести Называется Этот прием Мышеловка Вилли Льюиса Простая хрень, но она очень-очень хитрая Ну Ведь зачастую боксер клинчер И боксер кто-то уже устал Ты не смотришь как ты его хватаешь Тебе главная задача его схватить Схватить вот так Ну и все И тут жопа То есть надо отзнать Ручку сразу к себе И дам Понимаешь, от контратаковать резко Что-то с памятью моей на днях стало Все что было я со мной вспомнил Если мы вспомним такого боксера как Джордж Карпантье В публике И историком боксерским Он в основном известен по поединку с Джеком Дэмси Так вот он Весил килограмм на 10 больше чем Джордж Карпантье Но тем не менее поединок у них был достаточно как бы равный У Карпантье было несколько очень интересных приемов Которые придумал именно он И которые до сих пор возможно имеют место Я их не раз демонстрировал такие вещи Кстати, любители Бордо и Бургундии Если вы хотите выпуск про французскую школу бокса Напишите об этом пожалуйста в комментариях На самом деле, когда мне говорят А что там французские боксеры Там кто такие были французские боксеры Ребят, это Карпантье Это Сердан Это Марсель Тиль Это целая пляда огромных крутых персонажей Которые были на мировом ринге Когда мне говорят О, правда еще? Да это помимо всего прочего Это хотя бы Жан-Поль Бельмондо, понимаешь? В конце концов В конце концов, да И умеете уважение Французская школа бокса А какие виноградники? Пишите, пишите Мы начнем со следующей защиты контратаки Которая называется кросс пари Кросс пари Это парирование необычным, скажем так Образом переднего удара Переднего прямого удара И ответка, контратака Что это такое? Если мы вспомним французов То они все умели хорошо фехтовать, да? И соответственно защита у них Выглядит точно так же, как фехтование, да? То есть когда соперник делает укол вперед Мы отбиваем наверх их джеб То есть сейчас ты нанесешь мне джеб в голову А я отобью его именно так Как его отбивал Жорж Карпантин Наносит Раз, отвожу ручку наверх Еще раз Показываем медленно Раз То есть я отвожу ручку наверх И ты понимаешь, да? В каком ты положении находишь Угу Кросс пари заключался в том Что следующий удар летел тебе в селезенку И понимаешь, да? Насколько это больно может быть Сейчас такие вещи Последний, кто делал Это делал Бернард Хопкинс Но это было давно, да? У него это выглядело несколько по-другому Он рассказывал, что он представляет собой щит Как бы, да? И то, что он чужой удар поднимает Но все это в раке Потому что это взято от Жоржа Карпанти От его движения, которое называлось Кросс пари Давай еще раз попробуем Кросс пари Я буду бросать А ты будешь сбивать мой джеб И контратаковать меня в корпус Архаично выглядит страшно Но тем не менее То есть если При малообученном Плохом боксере А в то время Они все Не отличаясь огромной подвижностью То это работало Одновременно поднимаешь и бьешь второй Да Я тебя бью, ты одновременно приподнимаешь И наносишь контратакушь Да, да, да Вообще Кросс пари Звучит как какой-то вид ставки в марафоне Кросс пари Тройной экспресс Двойной эспрессо Кросс пари Раз Не, руку не надо держать Ты уже подбил Бам-бам Раз-два То есть подбил, зарядился вниз И уже отсюда пробиваешь Попробуй Раз И еще раз И Чувствуешь этот выпад такой, да? Шагом вперед Раз На самом деле Это очень хорошее, сильное Раз Встречное движение Очень Еще раз И Вот Уловил На самом деле удар может быть любой Ты можешь подбить меня Ударить снизу в голову Подбить меня Ну вот, подбей Раз Да, ударить апперкотом Ты можешь меня подбить Ударить, да Ударить кроссом Ну да, это будет не совсем удобно Но в основном Это будет подбивание в корпус Подбивание в голову Да, попробуем еще раз С апперкутом Раз Раз Еще раз 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 Еще раз Раз Хорошо, молодец В основном Для того, чтобы Ну, если ты видишь, что соперник Атакует Одиночными ударами Да, то, в общем-то Это Будет Иметь Большой успех Данная такая защита Кросспарги называется Что-то с памятью моей На днях стало Все, что было Я со мной Вспомнил Следующий Удар, которым владел Джордж Карпантин Называется Кроше Кроше По-французски Крюк Или удар сбоку Ну, удар сбоку в боксе, как бы Да, это будем называть крюк Есть кроше, есть полукроше, да Старая терминология Сейчас мы ее такую не используем уже давно То есть у нас здесь боковой Есть длинный, есть дальний То есть мы даже свинги не говорим Значит, что это такое? Да, крайне странное положение Вот ты бросаешь И полупрямой Полубоковой Можешь это изобразить? Полупрямой, полубоковой Правый, да Вот, да А только вот теперь представь, что ты бросаешь Как классический боксер С прямой спиной, да То есть таким образом Ты его бросаешь Почему? Потому что это как Ну, и ты, по сути, открыт для контратаки А теперь представь, как делает Карпанте Карпанте финтил Левой рукой обманывал И когда он бил кроше Он перетягивался целиком Вот в такое положение Вытягивался в одну линию То есть вот такой вот Уходил головой вниз И пробивал вот такой вот удар сверху Ну, по сути, как ты его будешь контратаковать, да? Ну, вот как, попробуй Уйди Медленно вниз Вниз уйди Вытяни правую руку А правую? Правую, Жень, да Бьется правой рукой Теперь вытяни весь один струну Вперед Руку выше Значит, в чем проблема Евгения? Евгений, он По своей конституции и физике Как бы некоторые говорят Что он такой деревянный? Он боксер 20-30-х годов Там были все такие Карпанте скорее казался Именно Уникумом в то время Потому что он Очень много времени уделял гимнастики И он мог делать такие вещи, да? Он мог сделать вот такой вот Полукроше, понимаешь, как бы, да? И таким самым атаковать Атаковать своего партнера с дистанции Вот таким вот Полупрямым, полубоковым Который заходил за руку Как бы в большинство своих поединков Он выиграл именно таким ударом Полукроше Давай попробуем еще раз Вытянуться Медленно, да, во Вот видишь, он уже забросил Он не попал, но уже просвистело Попробуй еще раз Вот И замри А я тебя поправлю Раз и замри Теперь смотри Вот в одну линию Перенеси вес тела Пяточку отними Подними Вот так, хорошо Вот это вот Стой здесь Вот это называется Полукроше Голову вниз Полукроше Вот это такой вопрос Мы уже столько раз поднимали Ты же видишь прекрасно Куда ты прицелился Ты обманул Бросил И где-то тебе хватает Где-то секунды взгляда Чтобы понять Куда полетел удар Попробуй еще раз Дальний кроше Но перед этим Отлично, замечательно Ну, бомба Понимаешь, да? Теперь левой чуть подергай Левой подергай Подергай И потом вот оттуда Отлично, хорошо Вытянусь Прям вот струнки Вот такой Еще раз Раз Хорошо И вот если мы увидим Картинки Техтовальщиков, да? Скажем так Мы увидим такой же вот Выпад шпагой В такой же манере То есть на самом деле Довольно такая сокрушающая тема Называется, знаете, такой Конкурс пасхалок Из десяти фишек Придумайте одну Которую Шталин тупо придумал Чтобы вас потроллить И на самом деле, конечно же Такого никогда не было Как вы думаете, какая это? Что-то с памятью моей На днях стало Все, что было Я со мной вспомнил Если мы с тобой Говорим о том, что Жорж Карпанте Уделял очень много Времени гимнастике У него В его арсенале Есть очень известный прием Очень-очень известный прием Который назывался Тур-де-Вальс Как раз То есть, да Когда я боксировал здесь Со всеми ребятами, с которыми ты провели Я не раз подемонстрировал этот прием Тур-де-Вальс Да, что это такое? Это очень сложный маневр Много боксеров его делают Нужно обучиться Значит, что это такое? Это, по сути, обход соперника со стороны И контратака Когда ты давишь меня, да? Грубо говоря, в стойке В закрытой Я делаю следующее движение Я немножко оттягиваюсь назад И выставляю ножку в сторону правую Раз И теперь Дальше я провожаю соперника Заходя за него Когда ты шел на меня с двойной локтевой защитой Да? Я тебе много раз Да То есть, я толкаю тебя в плечо Толкаю Если мне удается поймать твой левый удар, да? Я также проталкиваю тебя И отсюда наношу тебе удар Другая модификация Тур-де-Вальса Я проталкиваю руку тебе, да? Смотри За шею Хватаю Протягиваю тебя отсюда Наношу тебе удар Но при этом захожу Плохо? Слушай, смотри Короче говоря, по поводу правила Профессиональный бокс отличается более гибкими правилами Понимаешь, некоторые вещи, которые делать в принципе нельзя Но их делают Некоторые башкой бодаются Некоторые предплечьем ударят Да? Это фишка профессионального бокса Иначе будет, ну, совсем уныло Понимаешь, да, меня? Значит, ну классический Тур-де-Вальс Когда ты атакуешь меня левой, да? Я проталкиваю тебя Оказываюсь сзади Сзади И наношу тебе жесткий удар Попробуй Попробуй Протолкни меня Поймайся шагом В сторону Раз Во И атакуй Хорошо И вот теперь кружись легко Ты жалешь в карпанте Легкий-легкий И раз Ну, не совсем Давай еще раз пробуй И раз Вот, зашагни Еще раз Раз Зашагни И теперь попробуй Зашагнул Раз И правый в голову Левый в голову Раз Раз Молодец Еще раз Раз Хорошо Еще раз Раз Молодец Отлично Раз Раз Отлично Хороший Маневр Но Сейчас При том, что бокс стал более подвижный Такие вещи делают только небольшое количество боксеров Это Ломаченко Это Усик с хорошей большой подвижностью Где-то такие фишки делал Рой Джонс Ну и конечно Шталь Ну и теперь Евгений Кириллов Тур де вальс Да Не на каждого Не для каждого Но тем не менее Это, да, такая забытая тема Которая достаточно рабочая Это как французское вино Не для каждого К нему нужно пройти Вначале через вот череду Чили там Южной Африки Австралии И потом уже Да и потом уже Я честно Я не котирую на свет совершенно Вот кто бы мне что ни говорил Ну вообще не мое Для меня существует ряд французских вин Ряд немножечко наверное испанских Все Даже Италия вот не мое Оно уже там так Скажем Ну собственно друзья Вот приоритеты по дальнейшим Национальным школам бокса Франция Испания Возможно Италия Что-то с памятью моей на днях стало Все что было я со мной вспомнил Следующая фишка Мне очень и очень зашла в свое время Такого боксера Джордж Лабланш Чем известен Джордж Лабланш Джордж Лабланш по продвищу морской пехотинец Известен тем, что послал в нокаут Того же незабвенного Джека Демпси Следующим маневром Маневр крайне странно Сейчас он не используется вообще Называется удар с разворота Казалось бы Причем здесь вертушки какие-то свандамовские Удар с разворотом Но он только называется удар с разворотом В нашей интерпретации Бэкфэст И совсем не бэкфэст Как выглядит удар с разворотом И каким ударом Грязным таким же ударом Можно послать соперника Наглухо завалить нокаут Значит что сделал Джордж Лабланш В поединке с Джеком Демпси Старше ты Джек Встань в стойку как Джек А теперь смотри Лабланш показал что будет пробивать Левый свинг То есть вот Соответственно отвлек твое внимание Да И когда ты делаешь Такой маневр Ты не просто показываешь А ты должен действительно Сопернику убедить в своих действиях Как по Станиславскому Верю или не верю То есть ты должен вот Именно дернуть И когда я дергаю левый свинг Я отставляю левую ногу в сторону Раз И отсюда залетает Правый прямой удар А так же неудобно лучше Ох**но удобно Попробуй смотри Вот я показал Раз Тас А потом воткнул тебе удар Жесткий Покажи что ты будешь Да Парюш Теперь Левый Да Роняй вес тела И еще при этом всем Здесь получается двойной удар В идеале Этот удар будет комбинирован Не просто правым прямым А Да А именно Коркскрю Макоя Вот таким вот ударом То есть штопором Чтоб он не просто прошел А чтоб он пролез Да Но ты отвлекаешь меня То есть отвлек И воткнул туда Отвлек И прям сместись Вот прям на эту ногу Упади И дам туда вес тела Воткни Ух Блин Хорошо Еще раз Понимаешь как залетает Еще раз В сторону В сторону Мне не видно насколько ты Уводишь ногу в сторону Потом после удара Останься в положении Я хочу посмотреть Покажи Останься в положении Замечательно Вот это называется удар с разворота То есть почему с разворота Я развернулся Бросаю ногу в сторону И полностью Вдымчиваю у тебя весь корпус Попробуй Ух Хорошо Еще раз Показал Рабочая тема Чувствуешь Даже несмотря на то что Ты как бы ну не классический ударник А больше самбист Ты понимаешь Дай туда как он заходит И учитывая что ты не ел два месяца уже нормально Как бы удар Удар чувствуется Правда Если мы будем бить по Макоевски То мы разворачиваем Да То есть бьем штопор Корк-крюк-крюк-корк-крюк-блоу Называется удар Но Называется удар с разворота Лабланш Кто забыл про удар Штопор То у вас здесь вот Будет подсказка на выпуск Про пять лайфхаков От шталя боксерских Там было про удар штопор Обязательно посмотрите Вот туда заход как штопор Да то есть заход Закручиваешь его Передными двумя костяшками Еще докручиваешь плечо туда И получается Это настоящий штопор Винтовое движение Что-то с памятью моей на днях стало Все что было я со мной вспомнил У Джорджа Формана Чтоб вы понимали Есть пять разновидностей апперкотов Которые он Он доводил за своего соперника пять Сейчас мы коснемся лишь двух Потому что я готовлю еще много-много всего интересного Поэтому это пойдет на следующие выпуски Первый апперкот Джорджа Формана Значит что это такое Немного боксеров умели Атаку начинать с апперкотов Джордж Форман Мог себе это позволить Благодаря таким габаритам Там конечно легкости Играться и балерины Быть не могло Однако Если мы возьмем его первый Топовый апперкот С левой руки То мы потом просмотрим его Движение за соперника Джордж Подходил к сопернику Я буду с Джорджем Потому что я намного больше чем ты Наносил апперкот Сокрушительный левый в голову Проходил сразу за спину И наносил отсюда Правый кросс из-за головы Казалось бы как такое возможно Посмотрите поединки Это очень интересно Подходишь Наносишь Зашагиваешь Пробиваешь Великолепная тема Из-за того что человек весил Больше 120 кг Попробуй Да Ты скажешь Это же как тот самый Джордж Карпантье Как раз это же его тема Практически да Только заметь Карпантье весил 75 кг Джордж весил за 120 кг Но и тем не менее Это может делать один и второй Хотя давай мы с тобой поговорим о том Что Джордж не был Прям супер подвижным боксером Да Это классический слагер Который в основном Использовал двойную локтевую Но тем не менее В этих моментах Как бы он был хорош Он был вселенный Попробуй Начинаю так Суперкотом Зашагивай сразу И Ох хорошо А теперь попробуй это сделать на ногах В одном движении То есть как бы ты Практически ты вальсируешь То есть ты ударил Зашагнул Бам отсюда Бросил Раз Зашагнул Бросил О бля Хорошо Пролетело прям Еще раз И раз Зашагни прям за меня И продолжи дальше движение Попробуй Раз Зашагнул Раз Очень хорошо Так это он с какой дистанции был Подошел Средняя дистанция Вот отсюда и погнал Замахнулся Бам Жесткий апперкот Зашагивание Правый в голову Что-то с памятью моей На днях стало Все что было Я со мной Вспомнил И наверное Стоит обратить внимание На следующем апперкоте Который наносил Джордж Форман Это встречный апперкот Нас всегда учили Что встречный Работает по классике Либо левый в корпус Левый в голову встречает Либо правый в корпус Либо правый в голову В основном Как правило У нас встречные И тут прямые В некоторых случаях Если тренер более грамотный Он даст На встречные боковые Или встречный кросс Но здесь имеется ввиду Что встречный апперкот И казалось бы Почему? А сейчас ты поймешь Когда соперник летит с прямыми ударами на тебя Проще всего Не ударить его на встречу Не прямой Не боковой А именно поддеть его снизу Почему? Потому что когда ты атакуешь Не прямым Меньше всего ты готов Получить удар снизу Понимаешь? А в этом моменте Да Если ты стоишь по классике И у тебя Одна рука прикрывает здесь Подбородок То этот апперкот Будет залетать Что с одной руки Что с другой руки Это также использовал старина Джордж Я попробую сейчас По бросоте прямые удары А ты Побьешь мне встречные Прямоперкоты Вот Вот И еще Вот 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 Раз Вот 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 Отлично Отлично Хорошо Молодец Уловил просто Вот видишь А кто этим сейчас пользуется? Вообще никто Понимаешь? В общем-то никто Друзья, напишите нам в комментариях Почему эти вещи сейчас не применяются повсеместно? Из-за их технической сложности Из-за их супериндивидуальности То есть они подходят только вот конкретным боксерам Или боксерам с очень редко встречающимися навыками Антропометрии Еще чем-то Либо просто потому что они действительно не актуальны Потому что в современном боксе А этим не наберешь очков Или Б против этого есть серьезное противоядие Почему эти вещи не применяются сегодня повсеместно? Ваше мнение Сегодня мы вам показали только 10 забытых фишек А сколько их на самом деле? О это страшно представить Но лучше не представить А узнать Перейдите вниз по ссылке в описании И увидите новый курс Забытые фишки великих боксеров от Шталя И вы обалдеете от количества этих фишек Которые слава даст вам на персональных тренировках Те, кто живет в Петербурге Переходите по ссылке И записывайтесь на персоналки к Шталю Все! Всем спасибо! Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на наш инстаграм Ссылка на все выпуски со Шталем На его индивидуальной тренировке В описании этого видео Адьес Блин У меня такой вопрос Я стал все время уклончиво отвечать на вопросы Или я раньше Реально боксером стал с деменцией А ну Задай мне какой-нибудь вопрос Я попробую еще раз Ну просто не касающийся бокса Если вы любите единоборство и боевое искусство Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик Чтобы не пропустить новые выпуски Советую вам посмотреть и другие наши видео В описании этого ролика на YouTube Вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников И другую полезную информацию А эксклюзивные кадры со съемок И закулисная жизнь ведущих канала Только в нашем инстаграме